В Санкт-Петербурге находится Александровский парк, который многим русским людям знаком из книг известных писателей, а также фильмов советского периода. Сад является настоящей достопримечательностью города, которую нельзя пропустить, гуляя по Санкт-Петербургу. История парка своими корнями уходит глубоко в становление самого города. Все началось с Адмиралтейской верфи, которая должна была входить в одноименную крепость. Сам Петр I утвердил чертежи морского города. Сюда нельзя было подобраться никак, чтобы сторожа не заметили. Вокруг крепости был ров, в нем была вода, а также присутствовал гласис, насыпь из земли, полностью очищенный от деревьев. На сегодняшний день как крепостное сооружение здания потеряли значение, но как парк, это место развивается. На территории гласиса пасли скат, военные осваивали новую технику, учились пользоваться оружием, окапываться. В период праздников на этом месте проводились ярмарки и массовые гуляния. Администрация города ставила балаган, горку, чтобы кататься, карусель. Елизавета Петровна следила за регулярной чисткой пруда. Екатерина Великая закончила работы по застройке луга. При Павле I была восстановлена крепость, многое перестроили под вкус императора. Насыпь под его руководством укрепили дерном, увеличили в размерах. Город планировал Петр I. Он задумал пустить три луча, которые выходили бы из сада. Так появились современные Невский, Вознесенский проспекты и Гороховая улица. Лучи разделили лук на Петровскую, Исаакиевскую и Адмиралтейскую площадь. Обратите внимание. Получается, что парк был изначально центром города. Со временем северная столица стала центром связи россиян с иностранцами. Всем хотелось посмотреть на эту достопримечательность города. Адмиралтейство стало центром Петербурга. Александр I убрал крепость, а само адмиралтейское здание преобразил, чтобы оно стало выглядеть менее официально, вписавшись в архитектуру всего города. Сначала появился бульвар, потом Александровский сад. Было проложено три тропинки, вдоль них посадили по четыре ряда молодых деревцев. Тут же поставили скамейки, выкрашенные в зеленый цвет. Провели освещение, использовались масляные лампы. Парк огородили и поставили часовых, сюда можно было попасть только по приглашению. Теперь уже забора нет, доступ в парк свободный, но все-таки есть блюстители порядка, которые следят за тем, чтобы не было выпивающих, а также курящих в неположенном месте. Интересно, как был разбит Александрийский сад. Его высадили на месте бульвара совместно адмирал Грейка и ботаник Регель. Со дня рождения Петра I прошло 200 лет, к этой дате Александр II приурочил реконструкцию парка, чем детищем он был. Именно по имени императора назвали получившийся сад. Интересно, на разбивку его ушло два года. Участок сада существенно расширили. Высадили множество деревьев, кустарников. Был отдан приказ установить новые скамьи, выполненные из чугуна. Открытие произошло в 1874 году. Современный сад имеет новые элементы, например, танцующий фонтан, ставший достопримечательностью Петербурга. Через сто лет вырубили разросшиеся деревья, обрезали их кроны, разбили цветники, посадили розы. Сейчас это лучший парк вместе с садом в России, единственный в своем роде во всем мире. Адрес, который имеет Александровский парк, Санкт-Петербург, Адмиралтейский проспект, дом 1. Парк 300-летия Санкт-Петербурга Александровский сад можно посещать свободно. Его так назвали в честь Александра. Здесь можно побывать в планетарии, зоопарке, культурно отдохнуть, рассматривая миниатюры городской достопримечательности, которые отлиты из бронзы. Планетарий в диаметре имеет 25 метров. Здесь интересно и познавательно отдыхать взрослым, не заскучают и дети. На территории парка проводятся занятия фитнесом и йогой. Много открытых театров, исторических инсталляций, клоунов, фотосессий, которые развлекают посетителей. Важно, посещать сад можно в любой день, с утра до ночи. В 2003 году парк реконструировали. Добавили зелени, пешеходных дорожек. В 2011 году на его территории появился мини-Питер в виде скульптур всех объектов города в масштабе час 33 минуты. Александровский парк, царское село Александринский парк Санкт-Петербурга славится на всю страну, так как здесь сосредоточены все достопримечательности города. Стоит обратить внимание на 10 интересных мест, которые можно встретить, идя через сад от крепости к зоопарку, отлитые статуи из бронзы. Это «девочка», которая повязывает платок, «девочка», держащая птичку, «молодые люди», «девочка», которая рисует, и новые скульптуры, например, «два льва у кафе». На пути встречается памятник, стерегущий, защищавший город в годы войны с Японией. Здесь находится и скульптурная композиция «Два матроса», решившие умереть вместе с миноносцем. В парке много зелени, которая подпитывается водой из небольших прудов, отсюда же берется вода для полива цветов самого разного цвета. Соединяют один островок с другим горбатые мосты небольших размеров. Грот из гранита появился в парке в 1903 году. Рядом находится бассейн, соединенный с прудом через канал. Здесь поблизости расположено метро «Горьковская». Тут варят лучшие капучино в городе. По дороге встречается множество фонтанов, например, колодец для ангелов, изображающий девушку с пятью ангелами, помогающими набрать воду из колодца. Еще один фонтан представляет собой несколько статуй грациозных дев в одежде, не спадающие до колен, в их руках сосуды с водой. В центре сада можно увидеть все достопримечательности города в миниатюре. Здесь расположены Александровская колонна, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Эрмитаж, Инженерный замок, Арка главного штаба, Казанский собор, Спас на крови. На эти чудеса смотрят сверху вниз, замечая все нюансы архитектурного искусства. Зодчие города сидят возле карты «будущего плана северной столицы» и пытаются увидеть все возможные изменения. Сев рядом, можно набраться вдохновения. За Питером расположена статуя в честь Святого Петра, у которого в руках три ключа. У театра напротив расположены памятные кресла, мимо которых нельзя пройти мимо, чтобы не присесть. Следующей достопримечательностью можно назвать цветочные часы, расположенные напротив мюзик-холла. Здесь влюбленные любят назначать свидания. Стоит только увидеть все эти удивительные места, как забыть их уже нельзя. Александринский парк Санкт-Петербурга находится недалеко от станции метро. Это лучший способ посетить сад. Для этого нужно доехать до «Адмиралтейской» станции метро, пройти немного пешком, и перед глазами откроется величественный парк. Александровский сад в Санкт-Петербурге доехать до парка можно на авто, для этого стоит воспользоваться картой. Время в пути будет чуть больше, чем на метро, так как в городе много машин. Расположение парка в Петербургском районе на месте бывшего Глассиса. Теперь здесь отличный сад. Да и какой парк в Санкт-Петербурге может быть превосходнее этого? Официальный фестиваль город проводит каждый праздник, чтобы порадовать своих жителей и гостей. Заодно можно посмотреть на миниатюру «Медного всадника», рассмотрев все детали до одной. Такое знакомство с городом не только экономит время, так как здесь все рядом и расположено как на ладони, но и позволяет изучить архитекторские задумки. На заметку. Местонахождение Александровского парка нельзя путать с Александровским садом. Первый расположен на Глассисе у крепости, а второй включает в себя всю территорию Адмиралтейства. Великолепие Александровского парка подчеркивает, что Петр I не зря решил основать его здесь. Преобразившаяся крепость и Адмиралтейство привнесли настоящую монументальность в архитектуру Санкт-Петербурга. Город стал поистине столицей. Стоит отдать должное каждому зодчему, внесшему свой вклад в строительство знаменитого парка в не менее знаменитом городе. Продолжение следует...